Долгожданное объявление Магнитогорска городом трудовой доблести жители восприняли с особыми чувствами. Здесь и возгласы радости и слезы гордости, об эмоциях, которые в настоящий момент переживают магнитогорцы в нашем сюжете. В годы Великой Отечественной войны наш металлургический комбинат оказался эффективнее всех заводов фашистской Германии и ее сателлитов. Магнитка выпустила стали больше, чем вся фашистская Европа. Этот меч, который был выкован в цехах нашего комбината, рабочий передает воину, потом в Сталинграде его поднимут на Мамаевом кургане и в Берлине опустят в знак окончания войны. Магнитка – это классический образец трудового подвига и героизма. Годы жизни, годы бед и побед над магниткой нашей юности свет, свет далеких тех костров, свет негаснущих стихов, дорогая память прожитых лет. Это написал Николай Николаевич Добронравов лет 40 тому назад, как в воду глядел. Спасибо большое за память. Спасибо Роккомитету Победы и лично нашему президенту за высокую оценку труда наших прадедов, нашей легендарной магнитки. Звучит гордо то, что я из Манитогорска, из города трудовой славы. У меня родители работали в войну на метизном заводе, на металлургическом комбинате работали. Отец у меня ушел в добровольный танковый корпус, когда организовался, а до этого он работал на доме. Так что я считаю, что мы заслужили это звание. В первую очередь достоин, как великий город наш фактически. И все. Так что это уже, мне кажется, не обсуждается даже, и подписи не надо собирать. Ну как, сколько металлов пускали, как все работали. Здесь и села пригоняли, всех, все же на комбинате пахали, чтобы победить, помочь фронту. Металлурги молодцы, дай бог здоровья всем металлургам. Потому что у меня муж все же проработал на металлургическом комбинате, сейчас на пенсии. Но хочу сказать, что они достойны. Не только металлурги, весь город достойный. Мы и так гордимся своим городом, тем более сейчас он такой становится красивый, с каждым днем такие парки. А сейчас еще больше будем гордиться, что еще такое звание нам присвоят. Я не местный, я живу здесь всего два года, но я вижу, как здесь трудятся люди, молодцы. Я очень горжусь, что я живу в этом городе.